Урок предоставил Василию Ильянову специально для канала Видеоуроки. Другие уроки автора смотрите по ссылкам ниже. Знаешь, когда меня многие спрашивают, как себя мотивировать на тренировке, я всегда думаю, интересно, что же меня мотивирует, почему же я такой прямо целеустремленный. Знаешь, элементарно, меня мотивирует то, что я могу вот так вот с утра проснуться, посмотреть на себя в зеркало, получить от этого нереальный кайф. И если ты со мной не согласен, тогда что ж, нам, наверное, с тобой не по пути. Если ты согласен, тогда добро пожаловать на второй день домашних тренировок. Итак, о чем мы сегодня с тобой поговорим? Сегодня я расскажу тебе три главных правила быстрого набора мышечной массы, чтобы твои мышцы хорошо росли, что нужно делать. Но прежде чем я расскажу тебе это, позволь я сначала дам тебе понять, какая цель должна стоять перед тобой, если ты хочешь иметь красивое тело. Ну что я подразумеваю под красивым телом? То есть такое тело, на котором есть кубики, на котором красивая четкая грудь, рельефные красивые руки, да, а не просто как здоровый там какой-то бесформенный крупный дядька, да. Вот, то есть как создается такое тело, цель твоих тренировок – это две главные вещи. Это набор мышц и плюс одновременно сжигание лишнего жира. Да, то есть если ты хочешь выглядеть хорошо, у тебя должны быть увеличенные мышцы в размерах и не должно быть много лишнего жира, чтобы они оставались красивыми и рельефными. Может быть для тебя это не секрет, но многие об этом не знают. Итак, что для этого нужно? Как бы цель модельного бодибилдинга, которому я обучаю людей, как раз и заключается в том, чтобы ты мог одновременно и растить мышцы, и сжигать лишний жир. Многие считают, что это нереально, но это на самом деле реально и это возможно. В бодибилдинге это называется набор сухой мышечной массы. Этим мы с тобой и будем заниматься в рамках данного тренинга. Не переживай, если ты худой, значит тебе повезло, жир тебе не придется сжигать мышцы, ты будешь все равно наращивать. Если ты полный, значит ты будешь наращивать мышцы и параллельно сжигать лишний жир. Об этом мы тоже еще подробно поговорим. Итак, первое сегодня, о чем я тебе расскажу, как набирать мышцы. Три главных правила. Итак, первое правило. Одна-две мышечные группы за одну тренировку. Когда ты строишь свой тренировочный план, вот у тебя есть тренировка сегодня, за эту тренировку ты должен прокачать максимум две мышечные группы. Лучше одна, максимум две. Почему так и почему нельзя качать больше? К сожалению, это типичная ошибка всех новичков, которые ходят в тренировочные залы. Они качают большое количество мышечных групп. Это и бицепсы, это и грудь, это и трицепс, еще и плечи. То есть суют много мышечных групп. Но вся проблема в том, что, во-первых, если ты хочешь прокачивать полностью мышечные группы, то у тебя уйдет очень большое количество времени, если их будет свыше двух. То есть организм с этим просто не справится. У тебя уйдет на тренировку там свыше часа, уже там полтора-два. Это, к сожалению, неэффективная тренировка. Эффективная тренировка длится примерно 40-60 минут. За это время можно успеть прокачать максимум две мышечные группы. Еще лучше, если это будет одна мышечная группа. Почему так? Потому что чем меньше мышечных групп, тем больше сил и энергии ты можешь в них вложить. Но давай возьмем пример. Если ты приходишь на тренировку, и, допустим, сегодня у тебя по плану мышцы груди и больше никаких мышц. Естественно, ты все внимание сосредоточишь на них и сможешь всю свою силу вложить во все подходы и повторения на эту мышечную группу. Если у тебя будет две мышечные группы, соответственно, ты уже будешь изначально распределять свою энергию на две мышечные группы. Ты будешь знать, что помимо тренировки груди у тебя еще останутся, допустим, плечи, и уже на плечи ты не сможешь вложиться максимум. Соответственно, и на мышцы груди ты тоже не будешь вкладываться максимально, потому что изначально ты настроишь себя на две мышечные группы. Но это еще ничего, это нормально. Вот если уже три, тогда у тебя просто не хватит сил, организм не сможет справиться. К тому же, последние мышечные группы у тебя будут просто пролетать и не будут должным образом прокачиваться. Лучше тренируйся чаще, но меньше мышечных групп за тренировку, зато ты их будешь полностью хорошо прокачивать, качественно вкладываться в их развитие, и они будут очень хорошо расти. Это первое, главное правило мышечного роста. Второе правило, которому ты должен следовать, это работа с отягощениями. Если ты хочешь увеличивать свои мышцы в размерах, чтобы они росли и увеличивались, без дополнительного веса, то есть без отягощения заниматься нельзя. Особенно это касается домашних тренировок. Все наивно полагают, что если просто отжиматься, там качать пресс собственным весом, то что-то вырастет. Нет. Одно из главных условий мышечного роста это постоянно прогрессирующее увеличение веса. То есть на каждой тренировке ты должен добавлять дополнительный вес. Чем не очень удобны домашние тренировки, да, почему я всегда всем советую ходить в тренажерный зал. В домашних условиях дополнительный вес достаточно сложно повесить. Допустим, если ты будешь качать пресс, да, вот я, например, кладу себе блины на грудь в тренажерном зале. В домашних условиях не у всех есть эти блины, поэтому приходится здесь немножечко фантазировать. Но, тем не менее, в домашних условиях все-таки реально увеличивать вес, и об этом мы с тобой поговорим завтра, когда я буду показывать упражнения. А пока просто запомнить, что ты должен обязательно работать с отягощениями. Причем подбирать их так, чтобы количество повторений, которые ты будешь делать, о которых мы сейчас тоже поговорим, делалось тяжело, да. То есть ты не просто лег там, сделал количество повторений, легко встал и пошел. Ты должен выбрать тяжелый вес, чтобы последние повторения уже делались на последнем издыхании. То есть происходил отказ мышц. Это было второе правило – работа с отягощениями. И последнее, третье правило – это малое количество подходов и повторений в каждом упражнении. Основная ошибка всех начинающих спортсменов, да и не только начинающих, заключается в том, что они думают, чем больше повторений и чем больше подходов они будут делать, тем лучше будут расти их мышцы. На самом деле это не так, и мышцы растут немножечко по другим правилам. В сущности, тебе нужно делать 1-2 подхода в каждом упражнении и примерно 6-8 повторений на те мышцы, которые двигаются в большой амплитуде. То есть, допустим, это бицепс, либо отжимания – это все большая амплитуда, здесь делается 6-8 повторений. И 10-12 повторений в упражнениях с маленькой амплитудой. Допустим, трапеции – это тоже маленькая амплитуда. Но по остальным мышцам, я думаю, ты сам догадаешься, где большая, где маленькая амплитуда. Почему так и почему такие правила? Первое под правила – 1-2 подхода. Больше подходов делать не нужно, потому что мышцы уже не справляются на третий подход, когда ты их качаешь с малым количеством повторений, но с большим весом, естественно, чтобы последние повторения делались тяжело. Достаточно одного-двух подходов. Дальше уже мышцы не получают должного эффекта, они не рвутся. То есть, почему мышцы растут? Мы их рвем в эти подходы, мы даем такую резкую, сильную нагрузку, что мышцы просто начинают там лопаться, и потом они начинают увеличиваться в размерах. Ну, если говорить простым языком. Для этого достаточно делать один, максимум два подхода в каждом упражнении. И в эти подходы ты обязательно должен вложить всю свою силу, всю свою энергию, выполнить их качественно, выполнить это небольшое количество повторений, малое количество подходов, но прокачать мышцы круто. Вот, соответственно, у тебя будет полностью клево развиваться твоя мышца, она будет расти, увеличиваться в размерах. Поверь, это так, и тебе будет казаться, что ты занимаешься намного меньше. Но на самом деле здесь фишка заключается в том, чтобы ты делал небольшое количество подходов, но эти подходы были очень-очень эффективны. Вместо того, чтобы ты делал кучу бесполезных подходов, которые все делают в тренажерных залах и в домашних условиях, ты делаешь всего лишь один-два подхода, но с хорошим весом, с хорошей нагрузкой, и так, чтобы твои мышцы очень круто рвались. От этого они будут увеличиваться в размерах, расти, и ты будешь разбухать, и будешь очень круто выглядеть. Вот, это были три основных правила мышечного роста, которые ты должен использовать. Давай еще раз их повторим. Первое правило – это одна-две мышечные группы за тренировку. Второе правило – это работа с отягощениями. И третье правило – малое количество подходов и повторений. От меня тебе будет сегодня такое задание. Сегодня сядь дома и распиши план тренировок на всю неделю. То есть, разбей свое тело на основные мышечные группы и раскидай их по правилу 1-2 мышечные группы за тренировку. То есть, распиши себе тренировочный план на неделю, посмотри, на сколько дней у тебя получится раскидать весь свой план по этому правилу. Одна-две мышечные группы за тренировку. Если ты не знаешь, на какие мышечные группы разбивается твое тело, в этом тебе поможет книга Фредерико де Лавье «Анатомия силовых упражнений». Там все подробно показано на первой странице, на какие основные мышечные группы разбивается человеческое тело. Она тебе поможет. Найди ее в интернете и распредели свой тренировочный план на неделю. Плюс дополнительное задание. Я сказал, что 6-8 повторений делается на упражнении с большой амплитудой и 10-12 делается на упражнении с маленькой амплитудой. Вот на досуге посиди и подумай, в каких упражнениях нужно будет делать это количество повторений. А уже завтра, в следующем видео, я расскажу тебе, какие нужно делать упражнения для каждой мышцы, чтобы они хорошо росли в домашних условиях. На этом от меня все. Выполняй задание и до следующего урока. Если тебе понравился данный видеоролик, пожалуйста, ниже нажми на кнопку «Мне нравится» в твоей социальной сети ВКонтакте или в Фейсбуке, чтобы поделиться этим видео с твоими друзьями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok